Вкусным обещает быть сегодня у нас разговор. Шеф-повар и края представят лучшие напитки и лучшие десерты на этой неделе в рамках алтайской зимовки. А вот судить их будет лучший бренд-шеф и участник многих телевизионных программ, шеф-повар Василий Емельяненко. И у нас есть уникальная возможность сегодня с Василием поговорить о еде. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Евгений. Рад вас приветствовать. Расскажите, пожалуйста, вот вы по каким-то критериям оцениваете? Все равно, все-таки, наверное, отличается ресторанный бизнес региональный и московский уровень, который вы прекрасно оцениваете. Вот здесь какие критерии? Такие же высокие или все-таки скидку делаете? Критерии всегда высокие. Во-первых, это должно быть вкусно. Во-вторых, вкус это номер один всегда. В любой стране, в любом мире, неважно, какая это деревушка или это огромный мегаполис. Потом, второе, это красота подачи. И, соответственно, третье, я это расцениваю как, не знаю, не как креативность или еще что-то, а как идея. Зачем человек это сделал? Вот смысл этого блюда в чем? Вот, очень простые критерии. И они везде одинаковые. Вот алтайская составляющая, не знаю, наши знаменитые там гидровые орешки, мясо морала и так далее. Это как-то учитывается? Должно это в конкурсной программе использоваться? Это как для себя решит участник. На мой взгляд, конечно, если это специалитет. Если мы говорим об алтайской зимовке, а не там о какой-нибудь питерской или камчатской, да, конечно, нужно делать упор на местные специалитеты. А где мы еще? Где я еще попробую такие штуки, как не на Алтае, поэтому... Ну, а вот в целом, если оценивать, есть ли у нас в крае так называемая аутентичная кухня? Можно ли говорить о том, что у нас вот как-то это все вот развито? Или все равно немножко такой разноброс? Здесь европейская, здесь китайская, здесь и немножко кедровых орешков. Да, в этом есть какой-то вот про китайскую и японскую, да, я вот про это есть какой-то пока еще большой остаточный шлейф, потому что, ну, вот как показывает опыт регионы, чуть-чуть позже включаются, чем Москва, да. Москва быстро все переработала, уже выплюнула, уже новое веяние. А регионы еще вот эту вот итальянскую кухню дорабатывают, доедают, хотя уже давным-давно санкции в России, нет итальянских продуктов никаких, но на наши кто-то как-то выползает. Вот, это большое упущение в том смысле, что я, может быть, с точки зрения там средств массоинформации хочу привлечь внимание. Надо делать упорно, вся Европа и весь мир живет на локальной кухне. Нужно делать упорно это, не смотреть ни на какие тенденции и моды. Вы в Алтайском крае не впервые, вы оценивали мастерство поваров на конкурсе АХФЕСТ, насколько я помню. Вот насколько это мастерство, уровень наших поваров высок, как бы вы оценили по сравнению? Я готовил там дискосуп и, в общем, кормил всех участников фестиваля, огромное количество, что-то, не знаю, литров, наверное, 160, что ли, наварил. Были ребята, я познакомился с кем успел вот в промежутках между готовкой с местными поварами. Все стараются. Ваш регион, кстати, вот отличается высокой активностью и сплоченностью. Я даже, честно, там по секрету признаюсь, я состою в группе алтайских шефов и вижу, какая активность идет в группе. Ну, то есть сейчас уже модно же вот эти вот вот сап-группы. Они развиваются, ездят, интересуются, обмениваются опытом. Это очень хорошая коалиция, это очень хорошее направление. И они прекрасно все делают. Василий, вот когда говорят «шеф-повар», возникает образ такого крупного, теплого, доброго, простите, дядьки. На вас смотришь, вы никак в этот образ не попадаете. Вы в физической, великолепной физической форме, как вы, постоянно у стола, у еды, у холодильника, а вот так себя держите в порядке. Сейчас все по-новому. Сейчас новая кухня, новое питание и новые шеф-повара. Вот какое питание, какие тенденции сейчас? Сейчас очень много людей стремятся к здоровому питанию, правильному питанию. Потому что мы понимаем, что если ты будешь здоров, тогда ты сможешь дольше работать, дольше приносить пользы людям. Да, мы очень услужливые. Вот люди, кто работают шеф-поварами, это служба сервиса. Мы всегда. Хочешь что-нибудь вкусненькое? Это уже на автомате, это в жизни вся пропитана. Поэтому, так как мода нам гласит о том, что старые толстые повара остались там в прошлом, мы новые, современные, обязательно спортзал, обязательно большое количество воды, обязательно... Ну, если брать лично меня, например, я совершенно не пью алкоголь никакой, потому что я в какое-то время понял, зачем я буду там убивать свой организм, если я могу жить счастливо и без него. А как же вот эти великолепные сочетания, там, сыр и какое-то сухое вино? Нет? Я вот не сомелье рассказывает об этом, и я могу ему предложить что-то. Но чаще всего на шеф-повара опираются, поэтому я говорю, вот такое меню, подберите под него алкоголь. То есть мне не нужно его пить для того, чтобы... Так же, как и не нужно есть мясо для того, чтобы его готовить. Василий, то есть вот эта вот жареная котлета, да, она ушла уже, можно сказать, в прошлое. Да, ну, я как образ сейчас говорю. Ну, образно, мы стараемся, чтобы она ушла в прошлое. Полезная еда, может быть, вкусной? Конечно, безусловно. Это доказали уже все в мире, кроме нас, россиян, я имею в виду. Она очень вкусная, может быть. Вы, насколько я знаю, ваш путь, в общем-то, вот такой немножечко через фитнес, через супругу. Расскажите, как вы стали поваром, ведь это тоже необычная достаточно история. Анализирую, я же ведь, наверное, всю жизнь любил готовить. Мы же в паре, нас же всегда жены делают из нас людей. Ну, вот так по природе. Кто-то с этим мирится, кто-то закрывает глаза, кто-то считает, я мужик и так далее. Но жены все за нами стоят и они двигают. Поэтому, если твоя половинка говорит, у тебя это хорошо получается, и тебе нужно в этом развиваться, надо ей поверить и развиваться. Она права. Так сделала моя жена, я начал в этом развиваться. Я понял в какой-то момент, если бы я не перешел вот эту границу развития, когда ты понимаешь, вау, вот ты стараешься стать поваром, начинаешь изучать книги, ходить на практику, в кулинарные школы, смотреть телевидение. Я, например, достиг вот такой точки, когда я еду увидел как 3D изображение. А когда я понимаю, что такое еда с точки зрения 3D, как она сделана, из чего, какие ингредиенты, техники, какие нюансы, специи, что там добавлено и почему это, я даже могу в журнале на картинке посмотреть и рассказать полностью, что из чего это состоит. Только по картинке. И когда ты это понимаешь, что твой мозг может это анализировать, все, дорога открыта. Все, можно идти по ней свободно вообще, даже не задумываясь. Сейчас, Василий, очень много говорят о гастрономическом туризме в регионы, ездить не только посмотреть, но и вкусно покушать. Вот Алтайский край, на ваш взгляд, насколько мог бы быть интересен туристу с этой точки зрения? Это надо развивать. На Алтай полным-полно ингредиентов, да даже та же кухня, трав, да даже те же кедровые орехи и так далее. Из этого, из всего можно делать местную гастрономическую туристическую фишку, да, или как это по-русски можно сказать. Какой-то акцент на этом надо делать. Мясо морала. Где столько разводят морала, как не на Алтай. Значит, какие-то, значит, там и корень лопуха это может быть, и какие-то яблоки алтайские определенного сорта, и настои, и даже сухие травы. Мы ведь используем, сушим крапиву, а потом добавляем, делаем зеленое тесто с крапивой. Вот тут у вас такое разнообразие природное, и степи, и горы, и, то есть, географическое положение сейчас шикарное. И гречка растет, и крупы же здесь, все, что только не выращивать. На этом нужно делать акцент. Это надо развивать. Если не развивать, конечно, ничего не получится. Но Алтай, это вообще центр России, на мой взгляд. Какое ваше любимое блюдо? Меня спрашивают об этом, не раз спрашивали, у меня уже есть заготовленный ответ, он такой немножко неординарный. Я люблю супы, и поэтому мое блюдо любимое это суп. Жидкий, пожиже, я не люблю густые супы. Это может быть вьетнамский фобой, я с удовольствием ем, я с удовольствием ем борщ, я с удовольствием ем рассольник, я солянку обожаю. Я щи вообще ценю, можно сказать, больше всех супов. Но я не могу выбрать, какой из супов лучше всех. Я вот, если мне предложить там, допустим, ряд блюд и сказать, есть какой-либо суп, я скажу, я сначала суп поем, и потом, если останется во мне место, я поем что-нибудь еще. То есть суп для меня это такое, в первую очередь. А вот знаете ли вы, как приготовить что-то из ничего, вот когда, я не знаю, там, какие-то элементарные продукты, вы из всего можете приготовить? Или все-таки вот вы называете такие серьезные иностранные названия фобо, и не все знают, да? Ну, боже, что солянка и рассольникам все знают. Так вкусно, сейчас побежим обедать. Конечно, можно приготовить из всего. Есть определенные каноны приготовления пищи. И если есть несколько ингредиентов, которые могут объединиться, да, сейчас все практически можно объединить. Вообще проблем никаких нет. Мы же как, дом строим, если есть материал, мы можем построить дом. Только я не могу это сделать, потому что я не знаю канонов постройки дома. А человек с профессиональным образованием сможет это сделать. Так и я. Я смогу построить дом внутри кастрюли и с удовольствием его поесть. Но кто-то другой не сможет этого сделать из всех продуктов, которые, например, вы мне дадите, вы говорите. Из ничего. Да, из ничего можно. Кашу из топора. Можно. И многие готовят кашу из топора именно. Варят топор и так далее. Я на конкурсах много где? Я сижу в жюри. Такие штуки делают. Я порой вообще удивляюсь. Спасибо вам огромное. До встречи на конкурсе. Очень хочется посмотреть, чем удивят нас алтайские рестораторы. Мне очень хочется посмотреть, да. Будет вкусно. Спасибо. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с Брайан-шефом и участником многих телевизионных программ. Шеф-поваром Василием Емельяненко. Это была программа «Наше время». Продолжение следует...